Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. В начале девяностых или чуть раньше, в общем, совсем маленьким, я оказался в видеосалоне. Помните, были такие. На экране мелькали кадры из дешевого боевика, воняло потом и пивом. В общем, так я приобщился к кинопоказам. А уже после были кинотеатры. Отец водил меня преимущественно на фильмы с Ван Дамом и Шварценеггером. Ряды зияли проплешинами, зрителей было совсем немного, а на экранах шли сделанные на коленке боевики вроде, как сейчас помню, «9 смертей ниндзя». Парадокс, но нынешняя ситуация в российских кинотеатрах напоминает ту, отчасти напоминает ту из 90. Какие ваши доказательства? После начала спецоперации «Зет» из России по очевидным причинам исчезли американские премьеры. К слову, это очень серьезный убыток для Голливуда, ведь Россия входила в пятерку стран по сборам американских лент. Ну а российскому кинопрокату был брошен очень и очень серьезный вызов. Пандемии вдобавок. Нам анонсировали, что в прокат после исчезновения американских киноновинок выйдут ленты из новой российской киноклассики. Ну и начали выполнять данные обещания с диалоги Алексея Балабанова «Брат», которую вновь показали в российских кинотеатрах. Грозили продемонстрировать и другие ленты Балабанова, в частности легендарные «Жмурки». Также нашлось место для диалогии «Бумер». Но вскоре все это как-то свернулось, и вот эти обещания звучали скорее на словах, особенно в так называемой провинции. Так а что на самом деле? А тут такая обстановка. Российские кинотеатры забиты убогим вторсырьем производства все тех же США, а еще Италии, Франции, Германии, Южной Кореи и даже, страшно сказать, Финляндии и Пуэрто-Рико. Да уж, каких только сомнительных потрохов нет в этой солянке. И это не специально отобранные работы, которые искали по всему миру лучшие представители своих стран. Нет. Это очень и очень посредственные ленты, призванные заполнить пустоту в российских кинотеатрах. Ну вот чудом в эту посредственность, каким-то действительно чудом, вклинился, например, Тарас Бульба. Фильм 2009 года. Классный фильм, великолепно сделанный, пахнущий костром, горилкой и, соответственно, кровью. Но спрашивается, где остальные, где остальные обещанные ленты из российской и советской киноклассики? А их нет, нет, нет. Это чудовищная недоработка культурной и, чего уж скрывать, идеологической политики нашей страны. Банальность, да, но ведь стоит напомнить. Когда-то именно Голливуд стал главным оружием США, оружием массового поражения, которое, ну не знаю, пригвоздило буквально миллиарды людей и интегрировало в них соответствующие команды и нарративы. Именно через голливудское кино миллионы людей в каком-то смысле становились американцами. Но американцами без паспорта, без гражданства, без соответствующих прав и свобод. Это своего рода такое себе смысловое рабство, жесткая интеллектуальная и духовная зависимость, интегрированная через, подчеркиваю, голливудские фильмы. Россия все это, конечно же, понимала, но в 90-е было не до того, мы выживали, а в нулевые, видимо, еще не научились заниматься продвижением своих фильмов по всему миру. Впрочем, это касается, пожалуй, что всей русской культуры, не только кинематографа, которая преимущественно на Западе была представлена персоналями вроде Толстого, Достоевского и Чайковского. А сейчас, в связи с последними событиями, стараются изъять и их. Но беда еще и в том, что на внутреннем рынке в России кинорынки тоже бардак. Ведь, по сути, была задекларирована единственная цель – максимально увеличить долю российского кино в прокате. Ну вот, теперь Голливуд ушел из России сам. Ну и? Говорят, вам счастье привалило! Бессовестно врут! Меж тем, снимаем мы по-прежнему меньше лент, чем в той же Франции, Германии или Индии. Ну, а США я в принципе не говорю. Ситуация, конечно, не такая, как в 90-е, но тем не менее. Тогда, кстати, в 90-е в кинотеатры зрителей на российские ленты вернули все тот же брат и прежде всего сибирский цирюльник Никиты Михалкова. Но уже в нулевые российская власть решила вваливать в кинематограф буквально миллиарды. И это легко объяснимо. Ведь кинематограф – самый, ну, скажем так, обязательный и обманчиво простой инструмент в идеологической войне. В общем, кино в России опять стало важнейшим из искусства. И появились, ну, вполне себе масштабнейшие ленты с, опять же, вполне себе голливудскими бюджетами. К слову, самыми окупаемыми российскими фильмами за всю историю стали первое место «Холоп», второе место «Движение вверх» и третье место «Т-34». Ну, успех «Холопа» тут объясняется элементарно. В обществе существует мощнейший запрос на социальную справедливость. И люди хотят видеть ее, если не в жизни, то хотя бы на экране. Однако, это уже более печальная история, окупается лишь каждый третий российский фильм, сделанный при государственной поддержке. Более того, словосочетание «российское кино» у многих вызывает, ну, скажем так, опасения. Минуточку! Будь добры помедленнее! Я записываю! Да, российским кино и в том главная причина его, скажем так, ни шапка, ни валка положения, заправляет главный критерий. Это прибыль. А потому рисковать никто не хочет. Да, в Голливуде тоже прибыль, но там рынок куда больше. Вот отсюда, собственно, такое количество бездарных российских кинокомедий. Ну, согласитесь, просто бум какой-то, вал. А почему именно российских кинокомедий? Да потому что снимать их бюджетнее всего, легче всего по деньгам. А при этом они могут стрельнуть и собрать очень хорошую кассу, как, например, полицейский с Рублевки. При этом сделано все это предельно вторичным по каким-то лекалам, там, я не знаю, 90-х годов Голливуда. А зритель, тем не менее, по-прежнему идет в кинотеатр и жаждет зрелищности прежде всего. А вот на нее, на зрелищность, масштабность в России денег, средств, средств во всех смыслах не всегда хватает. Плюс не станем забывать, что российское кино, в отличие от американского, делается не для разных возрастов, не для разных возрастных групп, а, по сути, для одного среднестатистического зрителя. А как выглядит этот зритель? Ну, это такой себе великовозрастный 30-35-20 лет инфантил, скучающий и присыщенный. Но есть еще один, едва ли не главный кинопродукт, который нам усиленно, усиленно подвигают и продвигают последние годы. Это так называемые победоносные фильмы, которые, согласно великой задумке великих стратегов, должны работать на патриотическое воспитание. Отсюда, собственно, друзья, у нас бесконечное число фильмов о военных победах, на военную тематику и, соответственно, о спортивных достижениях. Казалось бы, весьма правильный вектор. Но в дело опять вмешиваются критерии прибыли. А потому экономят на всем. Но прежде всего на таланте и сценариях. Отсюда простой метод, который используется в российском кино. Хватают какое-нибудь громкое имя и начинают его вертеть и так эдак, не слишком задумываясь о сути вопроса. При этом за качеством и исторической достоверностью особо не следят. Хуже. Такое кино, как правило, полнится оскоменными штампами. Ну, все мы знаем о страшных кровавых чекистах, правда же? И полнится откровенно, скажу просто, дичи. И вот тут трудно сказать на самом деле, что это. Глупость, диверсия или и то, и другое. Но так или иначе, на выходе получается вовсе не патриотический эффект, а чернение, искажение страны и ее истории. И в современных реалиях, наступивших после 24 февраля, это особенно четко проступает. И грозит серьезной такой катастрофой на идеологическом фронте. Мы строили, строили и наконец построили! Теперь, собственно, друзья, о том, что делать. На вопрос, кто виноват, я ответил подробно. Итак, друзья, что делать? Так вот, российскому кино, на мой взгляд, прежде всего, необходима внятная, четкая стратегия развития, прописанная как минимум на ближайшие 10 лет. При этом ленты, касающиеся важнейших исторических событий или важнейших наших персоналей, должны проходить строжайший отбор через соответствующие исторические и другие комиссии и подвергаться максимальному внятному исследованию. А вот касательно нашей киноклассики, ее надо не бездарно переснимать, как делают это в последнее время, а подавать под соответствующим ракурсом. И это уже, что называется, стратегия позиционирования. Ну вот смотрите, нам обещали, обещали, обещали показать то, показать это, в результате толком ничего не показали. А почему так? Ведь сегодня бы совершенно уместно смотрелись бы, например, такие фильмы, как «Война» Алексея Балабанова, «Дурак» Юрия Быкова, «Они сражались за родину» Сергея Бондарчука, ну или классическая страшная, но великая идеи «Смотри» Климова. Вопрос в том, как подать это здесь и сейчас, а подать не просто можно, а подать нужно. Ну а учитывая ситуацию, конечно, в ближайшее время нам не стоит ждать обилия вот этих масштабных кинопроектов. Деньги будут идти на другое. И вот тут на помощь нам может прийти американский опыт, мы же любим использовать американский опыт, так вот, на помощь нам может прийти американский опыт 60-х годов прошлого века. А что тогда сделал Голливуд, который, ну, уже не мог снимать, денег не было, масштабное кино? А он сделал ставку на авторское кино, на личностные истории. И вот тут же появились большие режиссеры, определившие лицо кинематографа на много-много лет вперед. Ну, это Кубрикс, Скорсезе, Коппола и так далее. А в России, друзья, уже сейчас есть действительно классные режиссеры со своим авторским видением. Ну, например, Юрий Быков, Андрей Звягинцев. А на подходе многие-многие другие. Оттого на первый план сегодня выходят такие факторы, как поиск талантов, доверие к ним и, соответственно, возможность реализации. Да, это очень тяжелый и кропотливый труд. Но он обязательно даст свои плоды. Ведь, собственно, друзья, когда, если не сейчас, должны появиться новые фильмы, новые книги, новые песни или, расширяя чего уж, новые творческие элиты? Ведь именно в переломные времена, в трудные времена появляются эти элиты. Появляются большие произведения искусства, когда сдвигаются вот эти вот тектонические плиты истории. Тогда, да, приходят новые художники, со своим авторским видением приходят, чтобы ответить на брошенные вызовы, так как старые художники уже не у дел. И согласитесь, друзья, ведь кинематограф мы ценим вовсе не за кассовые сборы, а за то, как он отражает свою эпоху, свое время и какие краски, черты добавляет в портрет нации. Вот сегодня, друзья, мы ждем именно такое кино. Ждем его как компенсацию и своего рода спасение. Да, мы ждем кино, которое способно растолковать и утешить. Собственно, когда, если не сейчас.